здравствуйте это канал дикий лайф меня зовут виталий дикий большое спасибо что смотрите пожалуйста подписывайтесь делитесь этим видео комментируйте лайкайте сегодня мой ваш гость козь пандаренко украинский политолог здравствуйте здравствуйте спасибо что нашли время надеюсь на ваше хорошее настроение на исчерпывающие ответы которые я планирую получить кстати вот давайте начнем с знаковых вопросов и интересных заявлений громких заявлений которые делаются люди которые обслуживают сегодняшнюю украинскую власть значит есть такое советник главу офиса президента украины михаил подоляк он сказал украинцев которые скрываются от мобилизации за границей стоило бы по его мнению лишать пособий или вида на жительство тех стран где они сейчас находятся значит это уже не первая волна некоторые страны давно уже отреагировали позицию приблизительно мы знаем она крайне негативно но тогда возникает вопрос на кого рассчитаны вот эти заявления подалека эти заявления рассчитаны на политически неграмотную часть общества тех которые 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 рассматривают политический процесс сквозь призму пропаганды они сквозь призму реалий поскольку у украинской власти отсутствует любой механизм воздействия на те или иные государства в которых находится сегодня украинцы легально нелегально находятся украинцы для этого необходимо пересматривать вообще целый ряд международных конвенций внутренних законодательных актов тех или иных государств и так далее и так далее поскольку статус беженца предоставляется на основании как международных договоров так и на основании внутреннего законодательства той или иной страны а не на основании хорошего или плохого отношения к Зеленскому, подалеку к Украине в целом, к пониманию тех или иных процессов внутри самой Украины. Целый ряд государств уже заявили о том, что они не будут выдавать граждан Украины. Эти заявления уже сделала Австрия, это заявление уже сделала Италия, это заявление сделала Германия, это заявление сделала Молдавия даже. Молдова, извините. И целый ряд других стран, я думаю, тоже последует именно этому же принципу. Вот интересный момент, да, вы только что вспомнили Германию, Германия официально сказала, а я напомню, что там сейчас прибывает 200 тысяч украинских мужчин призывного возраста, они ответили отказом, то есть они не хотят рассматривать этот вопрос и как бы не идут навстречу Украине, но в то же время есть такая партия ХДС, депутат Бундестага по фамилии Кизивитр, который якобы там на что-то влияет, сделал интересное заявление, он сказал о том, что они поддерживают такую инициативу и будут торбить правительство Германии, чтобы, ну, во-первых, чтобы депутаты противоположной как бы партии проголосовали, но и в любом случае внесли изменения на плюс Украине. Кстати, это не потому, чтобы нам помочь, а чтобы решить свои проблемы, насколько я понимаю. Да, именно, чтобы решить свои проблемы. Смотрите, ХДС, каким бы ни был влиятельным депутат от ХДС, до сегодняшнего дня ХДС в оппозиции. ХДС не входит сегодня в состав правящей коалиции, именно поэтому украинский вопрос, вопрос украинских беженцев и даже не столько вопрос беженцев, сколько вопрос выплат, который сегодня выплачивается из бюджета, федерального бюджета в Германии на содержание или на поддержку беженцев, он попросту, они эти выплаты, они попросту считаются заоблачными. Так вот, сегодня сложилась ситуация, при которой очень серьезно упали рейтинги всех представителей правящей коалиции. Если посмотреть на выборы в нескольких землях, причем достаточно важных землях, например, в Баварии, в Тюрингии и так далее, на этих выборах очень серьезно просели те результаты, которые демонстрировала социал-демократическая партия в Германии. Они находятся на третьем, на пятом месте, то есть есть много претензий к Шольцу, есть много претензий к социал-демократам. Очень серьезно просели рейтинги зеленых, они потеряли приблизительно по 4-5% на многих землях. Но при этом начал расти рейтинг ХДС. И ХДС попытается сейчас сыграть в популистские игры. Понятное дело, что этот вопрос они не протолкнут, но в то же время, через Бундестаг, но в то же время они будут всячески оперировать к тому, что вы, немцы, стали жить хуже, а действительно в Германии сейчас наблюдается серьезные экономические проблемы, падение ВВП, инфляционные процессы и прочее. Мы стали жить хуже из-за того, что вот такая вот была политика вот этого коалиции светофор, так называемый, социал-демократов в зеленых и свободных демократических партиях. Так вот они виновны в ваших бедах. И будут сейчас всячески стимулировать антимиграционную риторику. И ХДС будет на этом играть, и левые будут играть, и новая партия Сарова будет на этом играть, и будет играть на этом и Альтернатива для Германии, и другие политические партии, которые будут критиковать каждый со своей колокольни, будут критиковать правящую коалицию и будут требовать, а давайте урезать пособие, а давайте будем сокращать пособие. Между прочим, в Ирландии так уже и поступили правительство Лео Вороткара. Оно уже, в принципе, приняло решение о том, чтобы сократить выплаты мигрантам из Украины с 200 евро до 38 евро. Это решение уже принято. И такие же решения будут сейчас в других странах Евросоюза. Но эта тенденция понятна. И, кстати, это тоже будет предметом для нашего обсуждения, я имею в виду, по факту принятые решения. Но, извините, что перебил вас, я хотел бы напомнить нашим зрителям, вот только что вы говорили о падающих рейтингах зеленых. Вот у меня вопросик, а какие рейтинги зеленых в Украине после последней пресс-конференции? Я общался еще до пресс-конференции, я общался с представительницей одной из социологических служб. Вот, не буду называть фамилию ее, но она говорила о закрытой социологии, которая проводилась для западных заказчиков, то есть одной влиятельной фирмы на западе. Проводились эти исследования, которые показали, что за месяц рейтинги Зеленского упали на 40 пунктов. То есть не зря говорят о том, что сейчас прямая конкуренция между определенными лицами, в том числе и из военных. Конечно. Не будем называть, которые набирают обороты, правильно? Именно. Поэтому сегодня, сколько бы ни говорили о том, что Зеленский на первом месте, что падение там несущественное, что народ доверяет дальше Зеленскому, на самом деле падение катастрофическое для него. Нет оснований не доверять этим цифрам, поскольку ни разу эта фирма не ошиблась в своих прогнозах. Я вот напомню, на пресс-конференции Зеленский потребил два имени, это Валера, ну, Валеру мы косвенно оговорили, да, а теперь про Марьяну ты вспоминал. Так вот, Марьяна представила без угла вариант законопроекта относительно мобилизации. Я хотел бы, чтобы вы откомментировали практически очень коротко. Значит, о чем идет речь? Воинский учет за границей организовать, исключительно добровольная мобилизация женщин, то есть речь идет о том, что вообще, по ее мнению, все должны стать на военный учет с 18 до 60 лет, ну, понятно, что исключая женщин. Хотя логики тут нет, возможно, в процессе еще будет эту деталь дорабатывать. Далее. Ограничение в правах уклонистов, ну, понятно, что в время военного, действия военного положения дальше убирается категория ограниченно пригодна, остается только пригодной и непригодной, ну и пока оставляет вторую группу инвалидности причиной для отсрочки. Как вам такие? Ну, смотрите, вторая группа инвалидности, это вообще нонсенс. Вот если призывать инвалида второй группы, это значит, что у человека может не быть конечности, это значит, что у человека не может быть глаза там и так далее, то есть целый ряд других, может быть целый ряд протезов, например, может быть колено или еще что-либо, этих людей тоже, значит, можно призывать в армию. Это полный, полнейший нонсенс в данной ситуации. Что касается других аспектов, ну, извините, военный учет за рубежом. Вот представьте себе, что при консульстве Украины в каком-нибудь там городе, не знаю, любой город Европы появляются списки тех, кто там находится, легально, нелегально и так далее. Вот. И, соответственно, поступает там приглашение к этому человеку, придите, пожалуйста, в консульство. Он не приходит, что дальше? Дальше. Ну, он не захотел прийти, говорит. Условно, как говорил Николай Янович Азаров, да пошли вы. И что дальше? Какие могут быть относительно него санкции? Что будут обращаться в полицию, приведите, пожалуйста, и так далее. Это выходит за рамки соглашения о консульской службе, за рамки Венской конвенции и так далее. То есть, это все выходит за эти рамки. С точки зрения страны пребывания, этот гражданин не совершил каких-то противоправных действий, дополнительных каких-то конвенций между Украиной и другими государствами по этому поводу не существует. Вот. Если они даже и будут подписаны, долгий процесс ратификации, вступление в силу, имплементации. Поэтому это не более чем просто-напросто попытка заменить отсутствие действий имитацией бурной деятельности. Ну да. Вот тоже хотел бы, чтобы вы откомментировали. Тут недавно Умеров, это министр обороны Украины, начала, дал интервью. Я не помню, Бильду и, по-моему, Уэльд, это двумя СМИ о Германии, сказал о том, что там будут повестки на нашем сайте, еще надо будет за границу высылать. Потом Минобороны начала рассказывать, что трудности перевода неправильно, как бы, изложили мысль Умерова. Ну, такая каша, знаете, вот каша. Как бы сохранить лицо нужно. Уже министерство обороны там в лице Павлюка такого сказал о том, что этого не будет. Что происходит? И вообще, кто-то принимает какие-то нормальные решения и конкретно что-то может объяснить? Ну, просто неподготовленность к тому или иному ответу. Скорее всего, журналист задал вопрос Умерову. Умерову в силу взрывного характера, горячей крови, сказал, а мы вот будем сейчас действовать так, так и так. Потом, когда журналист ушел или когда уже вышел этот материал, вызвали юриста, юрист сказал, не, вы так не можете действовать, вот, тут вот вы загнули, условно говоря, вот, и тогда, ну что, что будем делать? Скажем, что нас неправильно поняли. Ну, так обычно, это же обычная практика. Он совсем другое имел в виду, образно высказывался, а люди такие тупые интервьюеры, да, которые не знают, как правильно сформулировать вопросы, как понять ответ. Ну, это частая история, особенно с украинскими чиновниками связанными. Но я хотел вас спросить, вот смотрите, сейчас очень активно обсуждают вот эти контакты международные, то, что говорили о Зеленском. Тут недавно я узнал о том, что Орбан, премьер-министр Венгрии, сказал, что Зеленский попросил с ним, значит, организовать встречу. Он сказал, да я готов в любое время, только вот должен мне объяснить, ради чего и зачем мы будем встречаться. То есть предмет обсуждения. Потому что Зеленский же не колется, он же не рассказывает, какие планы. Хотя мы, говорит, планы. Зеленский в своей пресс-инференции тоже намекнул, что он как бы готов встретиться с Орбаном. Это так намек произвучал такой. Но действительно, а что обсуждать? Готовы ли стороны сегодня снять вот эти острые углы, которые существуют в наших отношениях? Готова ли Венгрия, например, пойти на определенные уступки Украине, причем не наступая на собственные интересы? Экономические. Готова ли Украина, например, компенсировать в Венгрии, ну, в той или иной степени, предложить нечто такое в Венгрии, что было бы более интересно, чем то, что предлагает там то ли Путин, то ли там некоторые другие игроки, с которыми контактирует Орбан. Есть ли у Украины этот козырь? Или просто это будет апелляция к совести, к морали, к добрососедским отношениям, потому что вот надо всем быть как один, выступить и так далее. Ну, вы же понимаете, что отсылок к морали в политике не действует. Такой политики не существует. Но все же, помните, когда начали все-таки, в конце концов, тяжелые раскачки, да, переговорный процесс по приближению в ЕС? Орбан же вышел там пыхнуть или я не знаю. Мы же не знаем... Цена этого хода, да, сколько стоит. Мы не знаем только, что Шольц подошел к Орбану и сказал, пойди попей кофе. А сколько он дал денег на кофе Орбану? Сколько дал этих карманных денег? И сколько стоил этот кофе? Мы же не знаем об этом. Да, ну, короче, золотая акция у него, но все равно, вот что касается разговора, я помню, я говоря о разговоре между, возможно, между президентом Зеленским, президентом Украины и премьер-министром Орбаном. Вы же помните, Украина пошла на определенный компромисс и приняла изменения через Верховный Совет в закон у нас меньшинства. А это очень был серьезный процесс. То есть, получается, власть, которая до последнего опиралась, наступила себе на горло. Но он продолжает и дальше доить. Он считает, что это половинчатые решения и требует дальше от Украины целого ряда еще уступок. Но что касается... Мы понимаем, что на самом деле все вот эти вопросы относительно защиты прав национальных меньшинств, венгерского национального меньшинства на Закарпахе, поддержка венгров, апелляция к тому, что есть там интересы венгров, венгрии на Закарпатье, что все это только отмазки. Что есть экономические вопросы, через которые Венгрия переступить не может. Есть взаимовыгодное сотрудничество с Россией. Не только с Россией, с Белоруссией и так далее. Через которые Венгрия тоже переступить не может сегодня. И есть понимание того, что ни Брюссель, ни Киев, ни Вашингтон не компенсируют Будапешту. Те потери, которые Будапешт может понести, если он завтра скажет, все, мы перестаем сотрудничать с Москвой, с Путиным и так далее. Да. Но с другой стороны, очевидно, что два условия было выполнено со стороны Украины. Первое, то, о чем я говорил, связанное с изменением закона нас меньшинств. А второе, это возвращение на полные права. Вот я не помню, это называется как, ОТП банк или как? ОТП. ОТП, да? Это венгерский. Венгерский один из самых крупнейших венгерских банков. Да, я знаю, что на самом деле украинская власть прессанула его в последнее время с несогласиями Морбана и с серьезной критикой. И тут говорят, опять Украина пошла навстречу даже в этом вопросе. Да, есть уже. Остается. Есть банк ОТП, есть Рейфайзен банк австрийский, который... Ну, это австрийский, кстати, между прочим, Австрия тоже поделала в этом плане. Поделала австрийский банк Рейфайзен. Есть сейчас реляция правительства Китая относительно того, что некоторые китайские фирмы внесены в список спонсоров терроризма. Если только Украина не исключит эти китайские фирмы из списка спонсоров терроризма, то Китай пообещал очень серьезные действия, серьезные санкции. То есть Украина может потерять заведомо интересные для нее рынки, а рынки Китая и рынки государств, которые контролируются Китаем, которые дружественны Китаем, это львиная доля тех средств, которые получает Украина от внешней торговли. Так что, по большому счету, это серьезные угрозы, и тогда может рухнуть вся концепция определения того, кто является спонсором терроризма, а кто не является. Ну, что касается Орбана, то пока он выглядит как человек, который крутит Украину, как цыган солнца, ну, будем честными, да, я не исключаю, что через небольшое пробежитое времени в меню в буфете Верховной Рады будет гуляш и будут на ИСР подавать лигер уникум, только лишь бы не мешал Орбан к нам продвигаться якобы в Европейский Союз. Ну, это тема отдельного разговора. Ну, а теперь, значит, есть такой Ермак, это для наших зрителей, глава Офиса Президента, он тоже как бы якобы активно работает и действует на благо Украины, вот опять он провел совещание с представителями 32 стран Евросоюза касательно гарантии безопасности Украины. Значит, тут в пресс-релизе идет огромное количество этих стран, значит, соответственно, смысл вот этого всего заявления, что внимание к Украине очень актуально. Как это понять? Правда ли это? И чего от этого ждать? А где он столько набрал государств в Евросоюзе? Ну, наверное, по алфавитному порядку посмотрел. Ну, все равно, я имею в виду, что вообще в Евросоюзе немножко меньше государств. Ну, конечно. Поэтому... Ну, там фигурирует Турция, фигурируют еще несколько стран, которые не входят в Евросоюз, но все же. Да, нет, ну, на самом деле, Андрей Борисович демонстрировал в последнее время достаточно активную позицию, и тут возникает вопрос, а он как кто проводит эти мероприятия? У нас в Конституции не предусмотрено такой должности для того должностного лица, как глава Офиса Президента. У нас Конституция Украины не говорит о том, что есть там какие-то полномочия у главы Офиса Президента. Глава Офиса Президента – это глава канцелярии просто. Нет, ну, мы помним, конечно, историю, когда в 1921 году в большевистской партии была предусмотрена тоже должность генерального секретаря, который формально должен был только перекладывать бумажки и там готовить какие-то бумаги для очередного пленума ЦК партии. Но в результате потом оказалось, что это должность самая главная во всем Советском Союзе, потому что именно должность того, кто знает, где лежит какая бумажка, и как ее использовать, и как ее подать, она, наверное, является основной. Есть такое понятие, как диктатура канцеляристов, она возникла еще в XIX веке для определения политики определенных европейских государств в XVIII веке. Так вот, вот эта диктатура канцеляристов, Сталин, например, а теперь мы видим других людей, она процветает буйным цветом, канцеляристы никуда не уходят. Вот так и Андрей Борисович, будучи обычным канцеляристом, будучи обычным главой канцелярии, он сегодня ездит в Соединенные Штаты, о чем-то договариваться, причем едет не просто так, а берет с собой главу Верховного Совета. Не глава Верховного Совета едет и с ним едет Ермак, а едет Ермак и с ним едет Стефанчук. Он собирает представителей 32 государств, он проводит переговоры, он достаточно активен во многих действиях. И тут возникает вопрос, а кто же тогда руководит в Украине? Ну, Езешков, Мадажемен, там Зеленский президент, вице-президент Ермак тоже как бы. Нет, ну, когда Байден в 20-м году стал президентом, я напомню, вот, ему были посланы две телеграммы, поздравительные телеграммы, телеграмма от Зеленского, телеграмма от Ермака. Вот так вот даже? Да, это, поднимите просто новости, новостные ленты. Вот, Владимир Зеленский поздравил Байдена, следующая новость, Андрей Ермак поздравил Байдена. Да, 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 вот так все запущено, как говорят доктора. Но все же, смотрите, вот недавно была пресс-конференция, может, как бы, частично там кое-что сказали вы о ней, но вот интересная история, значит, на этой пресс-конференции Зеленскому прямо в лоб сказали, что нужно пересмотреть окружение для того, чтобы изменить ситуацию, на что Зеленский ответил, ну, речь же идет как раз о тех лицах, о которых мы говорим, ну, по факту, будем же реально смотреть в жизни в глазах. А он сказал, так кто тогда будет управлять, что совсем так плохо? Да, совсем так плохо, потому что президент замкнулся в тех людях, которых он считает незаменимыми. Вот, это большая проблема, когда глава государства создает определенную тусовку незаменимых людей. И тогда начинается определенный застой, начинается определенная заскорузлость системы. Система становится достаточно, скажем так, громоздкой и повышается количество рисков для этой системы. Потому что мы же интересно понимаем, что уровень компетенции каждого из этих людей достаточно ограничен. Постоянно возникают какие-то новые и новые вызовы. Под новые вызовы нужны новые люди. Вот, а один Ермак не может быть компетентен во всех вопросах. А он именно это и демонстрирует, что он суперкомпетентен во всех вопросах. Система власти Украины стала такой вещью в себе, практически закрытой тусовкой, закрытой вещью, которая все больше и больше в меру именно снижения уровня компетенции в тех или иных вопросах. Тогда начинает делать все больше и больше ошибок. И это как раз очень большая проблема. Зеленский хочет показать, что эти люди незаменимы. Владимир Литвин когда-то сказал очень хорошую фразу, что в Украине незаменимыми людьми заполнено байковой кладбище. Да, я помню, кстати, напомню нашим зрителям. Владимир Литвин – это бывший глава Верховного Совета, по-моему, даже дважды, да? Дважды. Был спикером Украинского парламента. Очень умный человек. Хотя, конечно, сейчас его не к добру вспоминают, потому что считают, что он представитель той политической системы, против которой Зеленский боролся. Ну, это обычная история. Но все же это человек много сделал для Украины. Но я хотел бы вот спросить вас о чем. Если мы говорим о международном процессе, неоднократно и Ермак, я уже не говорю о Зеленском, да? И все остальные чиновники высокого ранга поднимали вопрос о конфискации российских денег, если там нет возможности нам помочь и использовать, передать Украине в связи с войной на наши потребности. И тут интересная история. Значит, в РФ заявили, что конфискация штатами замороженных российских активов и дальнейшее нагнетание военной эскалации могут стать триггером для разрыва отношений. Я об этом сказал замминистра, если я не ошибаюсь, но заместитель министра иностранных дел Лаврова. Его фамилия Сергей, зовут Сергей Рябков. Ну что вот, как это может развиваться? Да, Сергей Рябков – это второе лицо в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Это человек, который вел переговоры с НАТО в декабре 2021 года, в январе 2022 года, что предшествовало, в принципе, вторжению России в Украину. Это человек, который занимает достаточно серьезную, непримиримую и жесткую позицию по многим вопросам. Человек, связанный с администрацией президента, в частности, господином Ушаковым. Таким образом, заявления, более чем серьезные заявления Лябкова. И к ним прислушиваются на Западе достаточно активно. Разрыв дипломатических отношений – это та форма, которая предшествует фактически объявлению войны. За разрывом дипломатических отношений существует только единственная форма углубления конфликта – это объявление войны. Это знают многие. Это первое. Второй момент – это то, что Россия уже говорила о том, что она пойдет на зеркальные действия, то есть конфискацию активов, конфискацию средств тех западных фирм, которые еще присутствуют в России или присутствовали, или которые остались в России. И она, кстати, уже идет по этому пути. Там уже целый ряд активов были конфискованы. И третий момент – это то, что если завтра западные государства начнут конфисковывать средства и передавать их Украине, это будет серьезным сигналом о ненадежности этих государств как экономических партнеров для других государств. В первую очередь для Китая, для Индии и других. Как только замороженные российские активы пойдут в Украину, сразу же из Европы будут изыматься деньги со счетов индийских, китайских и прочих, и прочих фирм, что просто усугубит ситуацию, ситуацию прогрессии, геометрической прогрессии. Да, очевидно. Но все же эта волна продолжается. Наверное, эти вещи связаны. Вот Wall Street Journal опубликовал статью, в которой он обвиняет Николая Патрушева, это секретарь Совбеза РФ, правая рука Путина, в убийстве Пригожина с разрешения или как бы с умысла Кремля. Ну и, соответственно, Патрушев фигурант этого вопроса. Это что, как это понятие, насколько, как вы считаете, это может отвечать правду? Ну, смотрите, дело в том, что давайте начнем с того, что говорить о том, что именно Патрушев является правой рукой Путина, это будет преувеличение. Ну, это не я говорю, это Wall Street Journal. Так что, немножко сменилась сегодня расстановка сил. Там постоянно в России же тоже коалиции, вот эти там разного рода какие-то группировки, группы, они все между собой как-то постоянно находятся в состоянии смены приоритетов, кто с кем дружит, против кого. Вот, сейчас есть те силы, которым было бы выгодно обвинить Патрушева во многих грехах, ослабить Патрушева. Вы помните, как запускалось в прошлом году, запускались версии, что сын Патрушева претендует на то, чтобы стать преемником Путина, что этот вопрос уже решен. Ну, понятное дело, что есть определенное количество следов, которые ведут в Россию, и есть недоброжелатели у Патрушева, которые попросту запускают подобную версию. Есть второй аспект. На Западе существует установка, что необходима сейчас массированная атака на Путина перед выборами для того, чтобы понизить его рейтинги, максимально понизить рейтинги. Понятное дело, что на какого-нибудь рядового россиянина, который живет где-нибудь там в Иркутской, или же там где-нибудь там в Томской области и так далее, публикация Wall Street Journal практически не влияет. Возможно, и не догадывается об этой публикации. Так что, если в местные киоски приходит Wall Street Journal, то, наверное, с большим опозданием. Я думаю, что касается самой версии, я думаю, что на самом деле она запущена для того, чтобы сеять определенный раздор внутри самого окружения Путина. Потому что, понятное дело, что кому-кому, а на стол Сечину, Чемизову, Ковальчаку, или же там кому-либо из других влиятельных лиц, эта статья точно будет положена. Они прочитают ее и многие даже в оригинале, потому что большинство из представителей окружения Путина близкими, надея, достаточно хорошо. Скажите, ну, простите, но ведь на самом деле даже не о Патрушеве речь. Давайте в общем сторону как бы уберем, да, а вот о версии кремлевского заказа в этом процессе. Ну, вы же помните, я хотел бы знать ваше мнение как аналитика. Ну, вот вы же видели, что когда был мятеж Пригожина, да, общество разделилось. Ну, я так понимаю, в основном это международное общество, а там в России свои процессы. И, значит, многие сказали, либо он ответит за это, другие сказали, либо это там фестиваль каких-то представлений, и все это заказ кремля, мол, ничего с ним не произойдет. И довольно странно, когда большая часть как бы сообщества, которое следило за процессом, сказало, что Пригожина убьют каким-то образом. И это происходит. Но разве это не взаимосвязанные вещи? Разве это не может быть доказательной базой какого-то заказа? Или это абсолютно неимоверное случайность? Лежит на поверхности. А если версия лежит на поверхности, ее надо тысячу раз перепроверить. Понятно. Понимаете, да. Потому что слишком уж все гладко выходит, слишком уж так как-то совпало. Просто, просто как спинка ментая. Вот это абсолютно. Конечно. Мало того, что самолет падает рядом с Волдайской резиденцией Путина, если верить многим, то Путин где-то там в холодильнике лежит. Так что там падает самолет. Что все так гладко как-то, ровно месяц проходит после того, как были даны определенные гарантии Пригожину. Главная задача показать, что Путин не договороспособен. Что с ним договариваться не о чем и нельзя договариваться. Ну, в общем-то, тема будет иметь какое-то развитие. Возможно, мы будем на ней акцентировать внимание. Но я хотел бы вернуться к нашим отношениям с Соединенными Штатами Америки. Кулева, как всегда, нас удивил. Новости. Он сказал, что Конгресс США может одобрить новую помощь Украине в любой день после 9 января. Ну, мне кажется, что это и ежу понятно, что какая-то помощь будет. Но вот тут же речь идет о какая. Может быть, не копейки, а может быть, одногрена. Мы с вами уже говорили о том, что на самом деле это тоже будет зависеть от внутренних процессов в Соединенных Штатах. Потому что не помогают республиканцы не потому, что они такие вредные, им не нравится Украина или им не нравится Зеленский, или что они хотят помочь Путину, а потому что они хотят договориться внутри о правилах игры и о том, что военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов должен сделать определенный свой выбор и, соответственно, поровну поддерживать как демократов, так и республиканцев. Они сбалансированы в сторону демократов, может быть. Если представители военно-промышленного комплекса согласятся на эти правила игры, тогда и будет разблокирована эта помощь. Потому что эта помощь идет не в Украине, она идет в первую очередь в ВПК Соединенных Штатов. Ну да. Но Кулева был бы не Кулева, если бы он еще интереснее не закрутил бы эту историю. Он сказал, что общение будет происходить между, я так понимаю, по этому вопросу демократов и республиканцев. И, соответственно, что есть какая-то перспектива, он что-то знает, но нам не говорит. И также, потрясающе, да, он подытожил, что вот эту сделку по выделению Украине денег, каких правдок тоже не сказал, может сорвать Трамп. А Трамп на сегодняшний день один из ярких кандидатов, да, который имеет очень вескую перспективу стать президентом. А как Трамп, например, реагирует на заявления министров, в том числе министра иностранных дел Украины? Я думаю, что Трамп вообще не услышал про это заявление. Я думаю, что, скорее всего, ему даже не сообщили про это заявление. Не-не-не, секундочку. Вот как раз в этом аспекте я немножечко с вами не соглашусь. Понимаете, ему сразу донесут о том, какая официальная позиция Украины и что там макают Трампа. Думаю, что республиканцы помогут Трампу сориентироваться в этом вопросе. Вот посмотрите, дело в том, что ему доносят информацию, которая ему необходима, в принципе, которая может повлиять на его рейтинги, которая может повлиять на ход избирательной кампании, еще на что-то. От заявления Дмитрия Кулеба, к которому я отношусь, в принципе, очень положительно, один из немногих людей в окружении Зеленского, который у меня вызывает, в принципе, симпатию за это, ну, по-человечески, не как министр иностранных дел, а именно как человек. Так вот, от заявления Кулеба у Трампа не ухудшится аппетит, не нарушится сон, это не повлияет на его рейтинговые позиции, это не повлияет на то, как к нему относятся американцы, как к нему относятся его избиратели. Поэтому я думаю, что это он может пропустить абсолютно. Условно говоря, если завтра где-нибудь там в государстве Эсвати выйдет какая-то там местная газета, какая-то публикация про Зеленского, я думаю, Зеленский об этом не будет знать даже. Вот точно приблизительно такая же ситуация с заявлением Кулеба относительно Трампа. Да. Еще один вопрос международного характера. Новый премьер-министр Польши приехал в Украину, если я не ошибаюсь. Но что касается министра сельского хозяйства, то даже после смены правительства этот министр, этот человек сказал, мол, они все равно будут ограничивать, несмотря на санкции Европейского Союза, ввоз украинского зерна. То есть он просто сказал о фактическом продлении запрета. Да, дело в том, что Польша во многом зависит от огранного сектора, который очень существенный в польской экономике. И, соответственно, как раз эти запреты, они исходят не из политических каких-то соображений, не из того, что, опять же, какую-то вредность демонстрируют по отношению к Украине, а исходя из интересов польского произведителя зерна, с которым любая власть, которая сегодня приходит, которая сегодня находится у руля польского государства, обязана считаться, вынуждена считаться. И поэтому в данной ситуации можно говорить только о градусе или же о степени тех запретов, или же о объеме запретов или ограничений для украинского зерна. Ну, польская власть будет защищать польского производителя, а не украинского. Ну, вот мы говорим о зерне, но все прекрасно знают, что в Украине настал определенный вариант. Даже не знаю, как это объяснить, но, в общем, первоочередная задача. У нас будет каннабисовый рай. Насколько я знаю, сегодня Юлия Тимошенко сказала, что они заблокировали подписание этого закона. Я не хочу вмешиваться в эти все истории. Зарегистрировали какое-то постановление относительно отмены вчерашнего голосования. Но я о другом. Ну, значит так, казино, земля, да, теперь каннабис. Как говорил Петр Алексеевич, какие реформы еще не хватает в этой стране? Да. Первоочередная задача. Конечно. Ну, скоро все посевные земли в Украине будут отведены под рапс, под подсолнечник и под каннабис. Ну, под каннабис. Да. То есть, будет три типа растительности, три типа сельскохозяйственных культур, которые будут колоситься на наших необъятных полях. потому что зерно надо как-то вывозить, вот, нерентабельно выращивать. Свекла, ну, опять же, простаивает целый ряд сахарных заводов, вот, и так далее. Поэтому, вот, есть три, три очень востребованных на мировых рынках культуры, которые и будут максимально, максимально выращиваться в Украине. А что касается каннабиса, ну, вы знаете, Украина на сегодняшний день вышла в лидеры по производству наркотиков в Восточной Европе. Сегодня из-за войны, из-за боевых действий, из-за разных санкционных режимов и всего прочего перекрыта большая часть традиционных путей поставок опиатов из Центральной Азии в Европу. Они шли все эти пути через Украину. Вот, АТО у нас существовала, война, но ради того, чтобы там караваны могли пройти через, как-то прекращали стрельбу или наоборот усиливали стрельбу, чтобы могли пройти эти караваны с наркотиками в Европу. Украина была на этом пути. Сейчас как бы это все закончилось, но Украина сегодня демонстрирует, это не мои слова, это слова европейских экспертов. Украина сегодня является одним из лидеров по производству солей, так называемых. И вот эти соли идут сегодня, они, конечно, и дешевле во многом, и они более просто их переправить и так далее. И сейчас, кроме всего прочего, Украина тогда, если она получит еще и земли под каннабис, то будет вообще в лидерах этого процесса. я, конечно, саркатично говорю, но хоть в чем-то мы преуспели. Я так понимаю, это либо там навели порядок во всем Афганистане, теперь там хрен такие объемы будут поступать в Европу. А что касается Украины, то она будет играть в этом ключевую роль. Это же делается сознательно, понимаете? Да, и самое прикольное, что с 1 января у нас же теперь иностранцы могут покупать землю. Более того, если раньше 10 гектар, там что-то такое было ограничение, то сейчас сотни гектар можно покупать. Конечно, это то, о чем предупреждалось еще тогда, когда голосовался закон. Говорили, да нет, ничего, вот видите, у нас же очень серьезные ограничения для иностранцев. Нет никакой опасности в том, что иностранцы скупят землю. Прошло пару лет. Все, да, это первое. Второе, что касается как раз любой критики этого процесса, любой критики легализации каннабиса, вот, только, вот я даже готов поспорить, чтобы сразу после нашей программы только она выйдет в эфир, сразу же появятся однотипные комментарии, однотипные комментарии, которые я наблюдаю у других своих коллег, вот, вы не видели, что такое там онкологический больной, как они страдают, догореть вам в аду, если вы против легализации каннабиса, причем все написано как под копирку, вот, все написано как под копирку, вот, либо апелляция к онкобольным, которым необходим каннабис, либо же это апелляция к посттравматическому синдрому, к людям с посттравматическим синдромом, либо другие вещи, которые, в принципе, являются попросту прикрытием для реальных, реальных целей, реальных заказчиков этого процесса. На легализацию каннабиса в Украине потрачены миллиарды, я не ошибаюсь, именно миллиарды потрачены, это длительный процесс, ну вот, и, соответственно, эти миллиарды должны отбиться, типа, достаточно. Да. Ну, я понимаю прекрасно, что у нас такой латиноамериканский экономический сценарий, где очень большое расслоение и пропасть между властью и теми, кто там к ней присосался и, соответственно, обычными людьми колоссальна. Ну, кстати, вот это подтверждает следующая тематическая история, которую я хотел бы все-таки развить. Вы помните, у нас князя вот такого главу Верховного Суда взяли на взятки. У него там дохрена ему там залог выписали. Если я не ошибаюсь, значит, там же и шла о сотнях миллионов гривен. За несколько траншей смены, я имею в виду вот этой цифры, суд принимал решение, уменьшал, уменьшал, уменьшал. Сейчас залоговая сумма 25 миллионов. То есть, кто в шоколаде, как бы, а кто батон украдет или шоколадку, да и седет на три года. Вот так вот. А это всегда, знаете, это как раз магия больших цифр. Магия больших цифр. Я думал, потому что наш суд самый уманный в мире, поэтому... Не только. Вы знаете, был когда-то старый советский анекдот, так подсудимое ваше последнее слово. Сто тысяч. Вот. А, ну в таком случае суд и доляется на совещание. Да, я знаю. Да. Ну, то есть, коррупция пронизала все, да, то есть, как бы... Да, именно. Именно. Нет, это даже не коррупция. Вы знаете, коррупция это то, к чему у нас толерантное отношение в обществе по большому счету. У нас... Это называется, корпоратизация, правильно? Коррупцией у нас считается то, в чем мы не принимаем участие. Если мы с вами в чем-то не принимаем участие, мы возмущаемся. Но коррупция. Но если у нас возьмут вдоль, мы же не будем возражать против этого. Мы будем находить объяснение, почему это на самом деле законно, правильно и так далее, и почему это не является коррупционным действием. Вот так у нас, в принципе, на всех уровнях. И еще один момент. Обыватель. Если обычный ему сказать какую-то сумму там, тысяча гривен, вот этот человек украл тысячу гривен, возмущению не будет предела. Да как он мог взять тысячу гривен, потому что человек может для себя понять, что такое тысяча гривен, как она выглядит, что это, или сто долларов, или там тысяча долларов. То есть, он может некую сумму осознать. А если ему говорят, что он украл там 10 миллионов, или там миллиард, или полтора миллиарда, для человека не существует такой цифры. Он не понимает, что это такое. Это какая-то цифра, условно говоря, квинтильон, или еще что-то. Он не может осознать, что это такое, и поэтому для него это какая-то непонятка. Это человек даже, он начинает его уважать даже, ну, наверное, вот этот человек даже знает, сколько это значит, что это значит, потому что эта цифра находится за пределами желаний, пределами возможностей, и пределами фантазии рядового побывателя. И поэтому такое вот отношение. Я, кстати, хотел бы уточнить, это очень интересно, специально для себя выписал, вот снова суд уменьшил залог, значит, которого подозревают в, в общем-то, взяточничестве. Речь идет о бывшем главе Верховного суда князь. Так вот, значит, сначала, вот просто интересно, да, как резали. Сначала, по-моему, в мае она составляла 107 миллионов гривен, в конце месяца 75 миллионов гривен, а в сентябре опять уменьшили до 50 миллионов гривен, в конце сентября до 45, в октябре 35 миллионов уже стало, а вот в декабре 27 миллионов. И тенденция идет к флэш-роялю, я так понял, да, к концу года. Вот так. Да, вот именно так. Именно, ну, в данной ситуации понятное дело, что адвокаты работают, адвокаты свой хлеб едят, а плюс ко всему уровень там претензий или возможность продать это дело новому обывателю тоже как-то исчерпывает свои возможности. Абсолютно с вами согласен. Типичная украинская история. Самое интересное, что, ну, вот гадалки не ходи, не дам себе соврать. В свое время, когда князева взяли за руку, я написал пост в Фейсбуке, где сказал, что через какой-то промежуток времени все снизится к нулю. И, в общем-то, тенденция уже доходит, так что люди могут перепроверить, зайти на мою социальную страничку в Фейсбуке. Ну, и теперь еще один вопрос. Я хотел бы все-таки, чтобы вы ответили. У нас тут работает представительство Соединенных Штатов Америки, это НАЗК. И вот интересно, Артем Сытник, который сейчас работает замглавой ведомства, он сказал о том, что НАЗК начнет проверять декларацию чиновников с помощью искусственного интеллекта. Значит, что, своего мозга не хватает, да, проверять? Или что за ерунда? Или опять нужны бабки, миллиардные гривны, то, чтобы купить вот этот весь искусственный интеллект, все программы и так далее. Это тоже для крафтового словца, но на самом деле мы же понимаем, что есть модные тенденции, есть модные вещи, которые на слуху, и если сказать, что мы будем проверять при помощи искусственного интеллекта, вот, это будет, в принципе, воспринято достаточно позитивно, вот, какие передовые люди, какие прогрессивные. А завтра придет, значит, человек с калькулятором и скажет, это вот искусственный интеллект, и будет право. В какой-то степени это тоже искусственный интеллект. Кстати, его начальник, это же Новиков, да, если не ошибаюсь, он недавно дал интервью, и я был просто потрясен. Он с таким вахвальством сказал, что уровень коррупции в Украине настолько упал, что все, что пишут западные средства массовой информации, это бредни, вранье и дискредитация Украины. А он лично, да, как бы, вообще никогда ничего не брал и активно борется с коррупционерами. Вот такой пассажир у нас осознает на закат. Все руки ничего не крал. Помните? Помните, да? Да. У единому пиджаку, это у него один пиджак, я же это помню. Да. Так Виктор Андреевич представлял своих назначенцев. Да, так это мы проходили, это мы проходили. Виктор Андреевич Ющенко на протяжении своих пяти лет тенденции издал, если я не ошибаюсь, 11 указов по борьбе с коррупцией. Некоторые просто переписывались по сравнению с предыдущим до точки, запятой, двоеточие и так далее. То есть, один в один повторяли предыдущие. Но вопрос же не в том, сколько будет издано этих указов, сколько будет издано тех или иных законодательных актов, а вопрос в исполнительской дисциплине, в желании их воплощать в жизнь. Так что... В общем, это все пена, правильно? И что? Спасибо вам большое за то, что нашли время. Спасибо, что поделили свои мысли. Спасибо, что ответили на мои вопросы. Надеюсь, на благословность в будущем. Благодарю зму руку. Да, до свидания. Спасибо вам, уважаемые зрители, что смотрели. Кость Бондаренко, известнейший украинский политический аналитик, был сегодня гостем канала Дики Лайф. Благодарю, что смотрите, делитесь видео, подписывайтесь, комментируйте, лайкайте. Не теряйте оптимизм. С большим уважением, Виталий Дики. И через небольшой промежуток времени снова встретимся.